Дорогие друзья, всех приветствую и поздравляю с Масленицей, с этим прекрасным и веселым праздником, на который принято печь блины. И сегодня мы с вами приготовим прекрасные панкейки. Это американские блинчики в стиле оладьев наших. В качестве дополнения к блинам мы сделаем карамелизованные жареные яблочки и приготовим прекраснейший карамельный соус. Готовить мы будем в не совсем очевидной последовательности. Сначала мы приготовим соус, чтобы он подостыл какое-то время, потом мы приготовим яблочки и потом мы займемся панкейками. Начинаем готовить карамельный соус. В какой-нибудь сотейничек наливаем 50 миллилитров воды, добавляем сахар и ставим нагреваться на огонь выше среднего. Хорошо размешиваем сахар в воде и следим, чтобы сахаринки, вот эти кристаллики сахара не оставались на стенках посуды. Потому что всегда есть риск, что сахар кристаллизуется и превратится в один большой такой комок. Пока сахарный сироп нагревается, мы нагреем сливки. Когда сироп нагреется и немножко карамелизуется, то есть станет желтеньким, добавим в него немножко сливок, чтобы сливки и сироп привыкли друг к другу. И только после этого вольем всю остальную часть сливок. Продолжаем проваривать сливки до тех пор, пока у нас не получится однородная и гладенькая и блестящая консистенция соуса. Снимем с огня, добавим сливочного масла и соли. Вот соль это очень важный момент. Если не посолить карамель, она будет карамельная. А если посолить карамель, то вкус карамельный станет сверх карамельным. Понимаете о чем я? Соль это хороший усилитель вкуса, поэтому посолите карамель. Соус готов, его можно оставить подостыть. Он нам потребуется в самом конце. Второй этап приготовления мы делаем яблочки. Для приготовления вкуснейших карамелизованных яблок нам потребуется вот что. Несколько яблок, несколько щепоток сахара, корицы по вкусу добавляете. Ну и конечно масло. Мы объединим растительное масло вместе со сливочным. Растительное масло не даст сгореть сливочному, а сливочное масло даст вот такой вот вкус. Нарезаем яблоки кубиками. Конечно же предварительно яблоки надо очистить и избавиться от сердцевинки. В сковородку добавляем растительного масла и туда же немного сливочного. Высыпаем нарезанные яблоки в нагретое масло и сверху присыпаем сахаром. Протушиваем яблоки на небольшом огне. Ну по времени точно не скажу, яблоки разные. Желательно не превратить их совсем уж в пюре. Надо, чтобы яблочки все-таки немножко хрустели. И конечно не забывайте помешивать. В конце к яблокам добавьте немного корицы. Все перемешайте и снимите с огня. И начинка для панкейков у нас тоже готова. Пусть ждет своей очереди. Ну и теперь главное блюдо этого рецепта. Панкейки. Для приготовления блинов нам вот что нужно. Смешиваем в миске молоко, растительное масло, сахар и одно яйцо. Хорошо взбиваем венчиком до полного растворения сахара. В отдельной миске смешаем муку, соль и разрыхлитель и просеем к яичной жидкости. Хорошо перемешиваем, чтобы получилась однородная консистенция без комочков. Можно использовать миксер, можно использовать венчик, ну или в крайнем случае вилочку. Разогреваем сковородку не до максимума, чуть-чуть выше среднего. И обжаривать панкейки мы будем на сухой сковородке. Если сильно переживаете, то для первой порции панкейков можете добавить маслица. А потом не надо. Масло есть у нас внутри теста. Один панкейк, это примерно 2-3 столовые ложки теста, жарим. Переворачивать панкейк стоит, когда сверху появляются пузыри. На второй стороне панкейк прожаривается еще быстрее. После того, как мы приготовили стопочку прекрасных панкейков, их останется только подать. А подаем мы, напоминаю, с яблоками и карамельным соусом. Украсить можно клубничкой, веточкой мяты. Фантазируйте! А на сегодня все. Надеюсь, вам все понравилось. Обязательно готовьте по этому рецепту с масленицей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!